Зебры прячутся среди матрасов. Неожиданная версия. Всем привет! Меня зовут Наталья, и я отвечаю на детские вопросы. Сегодня вопрос такой. Зачем зебрам нужны полоски? Если вам кажется, что это очень простой вопрос, то, наверное, я сейчас вас буду разобеждать. Потому что, на самом деле, даже у учёных нет единого мнения по этому вопросу. Шелдон, ты в порядке? Существует несколько версий, зачем же зебрам нужны им полоски и как они им помогают выживать. Версия первая. Полоски нужны зебрам для того, чтобы на них меньше нападали хищники. Ну, представьте себе альбом в африканской саванне. Перед вами пасётся стадо зебр. Вы собираетесь напасть. Извините! Вы мне зубы вонзили в зад! Но зебры вас заметили и побежали. Они превратились в такую общую полосатую массу, где отдельно вычинить контур тела какого-то животного бывает довольно сложно. И поэтому сложно напасть. То есть хищник видит перед собой мелькание полосок, как в сломанном телевизоре. Ах ты что это со мной! Что делает его охоту не очень успешной. Версия 2. Зебры существа социальные. И такие полоски, быть может, помогают зебрам узнавать друг друга в стаде. И это необходимо им для общения. Но с другой стороны, зебры, как и все лошади, социальные. И лошади, у которых нет полосок, друг друга прекрасно в стадии опознают. И это совершенно не мешает им общаться. Ты решил, что он? Это я? Версия 3. Для зебр полоски служат своеобразным кондиционером. Наверное, вы знаете, что черный и белый цвет по-разному нагреваются в жаркую погоду. И вот черные полоски нагреваются сильнее, чем белые. И поэтому около тела зебры все время создается движение воздуха. И это помогает животным охлаждаться в жаркое время дня. Версия, конечно, интересная, но насколько она правдоподобна, сказать сложно. Ну и последняя, четвертая версия. Оказывается, подобные полоски могут помочь зебрам избегать укусов вредных насекомых различных мух, которые являются переносчиками смертельных болезней. Эта версия, может быть, покажется вам какой-то совершенно необыкновенной, но она подтвердилась даже некоторыми довольно любопытными экспериментами. Дело в том, что мухи обладают зрением совсем не таким, как мы с вами. У них глаза посеточные, и видят мир они несколько иначе, чем это видит человек. И ученые провели наблюдение за зебрами. Оказалось, что вокруг них вьется множество кровососущих мух, но при этом животные эти редко присаживаются на зебрах. Зачастую они пытаются присесть, но отталкиваются от зебры и улетают. Для того, чтобы выяснить, действительно ли именно полоски играют важную роль для того, чтобы кровососущие насекомые не кусали зебры, ученые провели эксперимент. Они одели лошадок в разноцветные попоны. Некоторые попоны были полосатые, как кожа зебр, некоторые были черные, некоторые белые. И дальше они наблюдали за тем, что происходит с этими лошадками и садятся ли на них кровососущие насекомые. Оказалось, что на полосатых животных, на животных в полосатых нарядах, насекомые садились значительно реже, чем на черных или белых. Но чемпионами здесь как раз были животные, которые были одеты в белые попоны. Так что, оказывается, такая полосатая окраска действительно помогает зебрам избегать многочисленных укусов кровососущих насекомых, которые могут быть для них очень опасны. Ну и еще один интересный вопрос. Все-таки какие же зебры? Белые в черную полоску или наоборот черные в белую полоску? 27, 28, 29, 30. 30 черных и 29 белых. Похоже, ты все-таки черный в белую полоску. Ничего страшного. Здесь тоже, наверное, единого мнения не существует, но все-таки большинство ученых считает, что изначально зебры темные. Откуда такой вывод? Ну, во-первых, кожа даже под белыми полосками у этих животных темная. Кроме того, когда ученые посмотрели, как выглядят эмбрионы зебры, то выяснилось, что до определенного времени все эмбрионы обладают темной кожей. И только со временем, незадолго до рождения, у зебр проявляются их белые полоски. Ну что ж, друзья, на сегодня все. Пишите в комментариях, какая из версий кажется вам более правдоподобной. Присылайте нам свои новые вопросы. Наши ответы ждут ваших вопросов. Всем пока!